Оло амигос, на связи Матвей. В этом видео я прыгаю 15 раз на самую опасную локацию в Фортнайте в пятом сезоне второй главы. А точнее речь идёт про локацию под названием Колки и Башни. Эта локация для нас новая, и каждую катку туда падают минимум человек 10. На один дом. Все игровые действия будут происходить в режиме арены, что только добавляет сложности к этому видео. В общей сумме было сыграно 20 игр, но из них я выбрал 15 лучших, чтобы показать вам и подробнее их разобрать. Я постараюсь высадиться практически на всех основных зданиях данной локации, чтобы потом сделать вывод. Какое здание самое популярное, какое здание самое спокойное, где больше всего сундуков, ну и тому подобное. Плюс к этому, всё осложняет тот факт, что я играю на телефоне. Ну и как заявили эпики, арена у нас в этом сезоне мультиплатформенная, так что мне в катке будут встречаться как и ПК-игроки, так и консольщики, так и тоже мобайл-игроки. В общем, будут абсолютно все. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Поддержите меня как начинающего автора, я стараюсь. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автора Модивкар в вашем жедневном магазине Fortnite. Ребят, смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших буква-бук с моим тегом и добавлять их в специальные альбомы и группы канала ВК, ссылку в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка посмотрим, что будет, если прыгнуть 15 раз в колки и башни на арене Fortnite Mobile. В арену в этом сезоне я еще не успел поиграть, так что у меня 0 поинтов. Я офигел, когда раскрыл дельтаплан, потому что со мной на колки и башни прыгнуло более 20 человек. В моих планах было приземлиться на крышу главного здания локации, но, к сожалению, я не долетел, так что пришлось врываться прямо в окно. И сразу же я застроился в бокс, потому что со мной в доме было одновременно 5 человек. Вот и первый смельчак, который хотел меня взять на гарпун, но, к счастью, у него это не удалось. Зато это удалось другому игроку, который пришел ко мне с лестницы. Да, я сам тупанул, не вовремя начал редактировать. Во второй игре я решил повторить предыдущий план, но, к сожалению, я снова не долетел. Более того, из единственного сундука в моем владении мне выпала только снайперка. Так что я решил не медлить и побыстрее отсюда сваливать. Благо, были импульсные гранаты. Вы удивитесь, но со второго сундука мне тоже выпала снайперка. Но хоть что-то получше. Лутая второй дом, я заметил одинокого игрока с мирно стоящего на крыше дома. Изи килл. В киберспортивном порыве я решил зарашить последнего игрока. Но не учел тот факт, что у него был эпический тактик. В третьей катке я очень сильно затупил, потому что мелкие окна не дали мне вломиться в здание. Но вдруг на меня внезапно напали, а кроме как ресурсов у меня ничего не было, так что я решил бежать. И вы просто посмотрите, как я мастерски миновал погоню. В общем, да, когда я остался наедине с собой, я начал хилиться и ждать, пока все разбегутся. В общем, пока все файтились, я тихо сбежал и залутал аирдроп. Буря все наступала и наступала, и с собой она принесла новых противников. Я даже сумел одного из них убить. Путешествуя по пустыне, я заметил, как один из игроков фармил камень. Но я, конечно же, не упустил возможности его убить. Далее я заметил еще один файт и решил вмешаться. Второго игрока подряд беру на снайпу. Хотел и третьего, но хэшшот поставить не получилось. Закончилось все тем, что я хотел зарашить парня, но тут неожиданно в спину мне дают пару пуль, и я четвертым покидаю игру. Всегда застраивайтесь со всех сторон. В четвертой игре я уже первый четко приземлился на крышу, схватил ппху и сделал первый килл. Парень пытался убежать, но не вышло. Затем я выжидал второго и решил его зажать с ппшки. Как только он мне снес большую часть хп, я решил застроиться, но, к сожалению, сегодня лесенка не на моей стороне. В пятой игре я решил высадиться на небольшой дом из красного кирпича. Оказалось, так решил не один я. И после того, как я залутал второй сундук, я не придумал ничего лучшего, чем просто выжидать противника. Ну и вот, когда он наконец-то вышел, ничего не подозревая, я его с легкостью убил. Потом я решил вмешаться в файт других игроков. Вы офигеете, но в одном этом доме было аж 5 человек. Ну и как только я понял, что пришла моя очередь врываться в файт, я сразу же залетел в коробку к противнику. Ну и своим мастерским зажимом с легкостью его победил. А как вы думали еще играть, если в моем арсенале только ппхи? Также я хотел поступить и со следующим врагом, но вдруг я что-то затупил и ни одной пули по нему не попал, соответственно он меня убил со своего эпического тактика. В шестой игре я снова решил прыгнуть на этот дом. Благо я был один. Позже разведуя обстановку голких башен в кустах, я заметил, как один чел после файта решил убежать. Конечно же я его остановил. Далее я решил косвенно поучаствовать в чьем-то билдфайте, даже снес всю броню одному из участников. Решил лететь его добивать, но внезапно мой противник оказался контроллером. В седьмой игре я решил приземлиться на эти башни-близнецы. Все шло вроде бы как хорошо. Вступил в билдфайт с каким-то пацаном, даже броню ему все снес. Но к сожалению ресурсы у меня все закончились, а перестрелять его я не смог. В восьмой раз я решил начать с тех же зданий, что и в предыдущей игре. Пока мой противник пытался убежать, я его беспощадно убил. Позже, благодаря моему божественному владению серой эмочкой, я покончил со вторым. Далее я зачем-то вступил в билдфайт с каким-то челиком, практически не имея никаких ресурсов. Но даже при таких обстоятельствах я его победил. Позже я немного порыбачил и выловил себе эпическую снайперку. И как вы можете заметить, не зря. Потом я просто хотел всех тихонько обойти, но у меня это как-то не вышло. В конце концов какой-то чел сверху меня убил. Следующую катку я попробовал отыграть с самого крайнего здания. Да, что-то я к концу совсем сдулся. Так что я решил исправить данное недоразумение, снова прыгнув на это здание. Вы кстати заметили, как этот челик почему-то взял первую меня ппху и все равно убежал. Скажу более, я даже успел открыть все два сундука в этом доме, так что у противника моего даже не было никаких шансов. Зато они были у какого-то внезапно возникшего парня. Как говорится, третий лишний. Но я не отчаялся и снова вернулся в этот проклятый дом. Какой-то чел хотел подловить меня на невнимательности и убить, но он просто не знал на кого напал. Ну а теперь наоборот, меня подловили на невнимательности. Хоть я и не думал его убивать. В общем, что я могу сказать по итогу. Могу с уверенностью заявить, что колки и башни это локация для особо отчаянных. Не думаю, что какой-то вменяемый человек на турнире туда прыгнет. Если, конечно же, в его ники нету слова гамбит. Так-то локация прикольная, всегда туда прыгаю, когда играю в паблик. Да и в арене туда будет иногда полезно прыгнуть, чтобы подкачать свой скил. Особенно если мы говорим про первые несколько дивизионов. Когда не отбирают поинтов за игру. А так туда прыгать это самоубийство. Даже если вы хорошо играете, вы видели, сколько человек туда прыгает. Одно здание делят 5 игроков. Все же можно туда прыгать, если почаще играть в баксфайты. И чтобы в баксфайтах играли минимум человек 10. Да еще и с галимым оружием. Можно точно сказать, что центральное белое здание самое популярное в локации. Да и вообще здание из брошенных башен больше привлекает игроков, чем здание из сколких ключей. Можно сказать, что самые спокойные здания это именно такие небольшие дома, которые нам оставили колкие ключи. Если не хотите померять в первые секунды игры, высаживайтесь именно на них. А что думаете вы по поводу этой новой необычной локации? Пишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. Если ты досмотрел этот ролик до этого момента, то скорее всего он тебе понравился. Так почему бы и не поставить лайк, если ты это почему-то до сих пор не сделал. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы видеть еще видео на моем канале подобного формата. Потому что пятый сезон второй главы Fortnite принес нам много новых интересных локаций. Ну а на сегодня это все. Предлагаю также посмотреть другие ролики на моем канале. У меня много интересного контента. Ну а по традиции с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok